здравствуйте нас упрекают а что это вы забыли про клинику санте томскую клинику и про дело врачей нет если мы про что-то не говорим это не значит что это выпало из круга наших интересов до екатерина фельдзингер руководителя этой клинике выпустили сейчас она находится на домашнем аресте и вот странно почему фельдзингер из сизо выпустили а врачей не выпускают нет ли тут какого-то хитрого плана следствие чтобы добиться от врачей нужных показаний как говорится продолжение следует мы сегодня хотим поговорить о лампочке гастро-холл лампочка которая открылась недавно в томске кировский район это практически центр города когда-то там был электроламповый завод ну понятно зачем нам лампочки нам бы покушать хорошо делать нужно здание гастро-хола принадлежит александру воженину ему еще принадлежит несколько гостиниц в томске но есть на такое предположение что за всем за этим что электроламповый завод стал гастро-холлом стоит и алексей вавилов с ренатом аминовым кстати об алексе вавилове и ренате аминове у нас скоро выйдет фильм дополнительно это анонс этого фильма и небольшой такой штрих к портрету я даже не знаю как их назвать но предпринимателя бизнесмена конечно черные риэлторы но вроде бы нет они действуют совсем другими методами там прокуратура суд конечно с применением этих организаций но черными риэлторами назвать все-таки тяжеловато рейдеры тоже вроде как бы обидно знаете как специалисты по банкротству специалисты по дружественному поглощению вот как-то так а может не всегда дружественному но поглощению вот скоро смотрите там мы коснемся и дело кляйна и возможно каким образом вавилов и аминов имеют отношение к делу к делу врачей делу клиники санте возвращаемся гастро-холл где вот хорошие люди кушать должны но в лице этого электролампового бывшего электролампового завода мне жалко ту промышленность которая была загублена это та промышленность которая была перевезена в томск во времена великой отечественной войны которая позволила в том числе эту войну нам выиграть но есть надежда потому что вот оказывается что прокурор томской области семенов александр николаевич он не только может приглашать к себе врачей и разговаривать с ними после этих разговоров они в слезах выходят нет он еще ходит на выставке и интересуется а что вообще в томской области происходит какие есть стартапы чем может прославиться томская область в будущем там на этой встрече чтобы ректор тусур виктор рулевский зам губернатора василий потемкин и руководитель региональной налоговой службы юрий куриленко вот они посмотрели что им там показали беспилотники чем много-много всяких стартапов которые в скором времени томская область в томской области могут производить и это хорошо и это замечательно мы надеемся что наши фильмы как-то сподвигнут все таки людей не только жилищные комплексы и торговый центр строить которые конечно же тоже нужны с гастро холлами но и экономику тоже поднимать тут только нужно правильных людей выбрать ну может быть не тех кто сейчас у руля не тех хозяев томской области неофициальных хозяев томской области я имею ввиду которые сейчас по нашему мнению стоят у руля томской области или во всяком случае имеют очень и очень большое влияние на все структуры властной и около властной томской области мы расскажем это вот нашем новом фильме и хочется обратиться к прокурору семёнову прокуратура сейчас же может подавать иски чтобы возвратить когда-то потерянные предприятия обратно государству воду прокуратура подала бы иск на алексея вавилова и пересмотрела бы некоторые предприятия которые он приватизировал примеру томский подшипниковый завод и так давайте опять гастросхолу вернемся знаете рядом когда-то было там еще по тематике похожее такое заведение называл зеленая улица принадлежала она когда-то супруге спикера местной думы чингиза окатаева какой-то момент его попросили по собственному желанию с поста спикера уйти говорят в этом участвовал непосредственно первый заместитель губернатора андрей дунаев для меня это был очень шокирующий разговор заместитель губернатора после чего мне было прямой форме предложено уйти добровольно с поста председателя думы и вообще сложить депутатскую полномочия возможно андрею дунаеву чем-то не нравился окатаев может быть по его мнению он плохо исполнял свои профессиональные обязанности но вы не забудьте что он свое время я имею ввиду окатаев разогнал всю оппозицию из гордумы тех же навальнистов и как благодарность андрей дунаев можно так сказать вынудил окатаева снять себя полномочия депутата вот такая вот странная политика в томске а место окатаева он не поставил единоросса примеру леонтьева а поставил коммуниста петрова и у зеленой улицы бизнеса супруги окатаева начались проблемы его убирают а на месте на этом прикормленном месте появляется гастер холл лампоч который вот недавно открыли может быть это совпадение но очень странное совпадение президент во время своего последнего обращения к федеральному собранию списал со всех регионов де третье бюджетных кредитов и это замечательно освободились средства это деньги хорошие там несколько десятков миллиардов у томска я имею ввиду конкретно и возможно что эти деньги пойдут на какие-то социальные проекты на развитие вы же самой промышленности и аэропорт будет достроен новый а то сколько там уже раз переносится наконец-то кампус студенческий начнут строить там уже в двадцать третьем кажется должны были заезжать и возможно через какое-то время если правильно организовать политику то слава томской области промышленности томской области опять возродится и будет звучать свинеть по всей россии смотрите ближайшее время наш фильм расследования о том как предыдущую промышленность томской области похоронили и кто похоронил а пока что до свидания